Ребята, всем привет! Сегодня видос, как и обещалось, будет посвящен отжиманиям от пола. Но вы знаете, как изначально я хотел преподнести это видео с точки зрения полного разбора упражнения, постановки всех конечностей правильного, да, движения правильные, всех суставов, углы и так далее. То есть базовейшие правила разложить это упражнение по молекулам. Я передумал это делать, потому что, посмотрев, что происходит на ютубе, да, все остальные видео на эту тему, там инфы-то вот так, ее очень много. Все базовое, все, что вам необходимо понять реально изначально, оно там есть. И я подумал, как же я могу принести пользу, не повторяясь особо, но при этом, в общем-то, сделать что-то действительно полезное, прикладное, интересное. Я решил добавить в это видео штуки, которые не всегда очевидны, которые зачастую приходят с опытом, и которые зачастую приходят тогда, когда ты начинаешь понимать работу своего тела, скелета и мышц. Вот, поэтому я, я, наверное, в этом уверен. Это видео будет полезно всем, не только новичкам, но и ребятам, которые с опытом. Пристегните ремни, давайте начинать, погнали. Пять правил. Итак, ребята, давайте начнем с первого. Очень популярный метод отжимания, особенно на старте, для того, чтобы лучше почувствовать грудные мышцы, хотя это отчасти миф, чуть позже поговорим почему, это отжиматься широко, да, широкой постановкой рук. Вот, многие отжимаются. Первое. В данном случае очень опасно совершать внутреннюю ротацию плечевой кости и в целом все руки вот сюда. То есть, чем вот так вы больше завернете руки, тем опаснее. Но даже при вот такой постановке плечевой сустав не в очень хорошем физиологичном положении для себя находится, к сожалению. Да, ладно, нормально. Первое время, все будет хорошо, но на большой дистанции, с тысячами повторений, ведь мы отжимаемся много, очень многие отжимаются много-много, тупо и много, да, без особого понимания вещей. Со временем вы будете уничтожать свой сустав, стирать капсулу, стирать сухожилие надосной мышцы и так далее, и других мышц. Поэтому, ребят, самая правильная, пожалуй, корректная постановка в отжиманиях – это локти смотрят под углом 45 к туловищу. Вот сюда. Видите, да? То есть, мы уводим их вот так и работаем таким образом. Вы знаете еще, с какой точки зрения это можно объяснить? С точки зрения просто природы, практики, бытовой жизни. В жизни вы никогда не будете совершать вот такое движение. Да, вот. Вот такой подъем. И даже, в принципе, обычное отжимание, неважно какое, вы это будете делать как? Будете это делать с включением спины, ног, более сильных мышц. То есть, вы упали, допустим, да? Вы не будете делать ровные отжимания. Это все просто костыли искусственные, придуманные нами для того, чтобы тренировать конкретные мышцы. Да, ваше тело поднимется как-то вот так, и вы побежите дальше. Если вам нужно что-то толкнуть, например, ну, не знаю, что-нибудь, вы не будете толкать это вот-вот так. Вы упретесь, вы будете толкать вот так. Будете толкать как бы под углом, упретесь ногами, создадите угол, опору. Не будете вы вот так работать. Поэтому отжимания, как и многие другие упражнения в фитнесе, они очень специфичны. Они преследуют четкую цель – загрузить нужную мышцу под нужным углом, чтобы достигнуть ее роста. Либо же гимнастика, да, или там армия, неважно, где придумали технику того, чтобы создать равные условия для всех. Ну и, в общем-то, засчитать какой-то рекорд-результат, потому что правила все-таки какие-то нужны. Я немножко отвлекся. Да, ну, в общем-то, теперь мы понимаем, что широкую постановку делать можно. Но лучше не частить с этим. Основная часть ваших отжиманий должна происходить таким образом. Чем больше вы развернете руки, тем опаснее. Следите за своим состоянием, следите за тем, как чувствуют себя ваши плечи. Не хрустит, не болит, легко ли там все двигается. Люди разные. У кого-то разная генетика, разное строение акромиально-ключичного сочленения в целом сустава. И вам может быть окей, вам может быть нормально. Так же, как и тянуть за голову кому-то, вернее, большинству опасно. А есть люди, которым, в принципе, окей, они всю жизнь тянут за голову, и все хорошо. Это зависит исключительно от индивидуальных параметров. Но, в общем-то, есть основная канва, которую нужно понимать. И лучше не рисковать. Вы же не знаете, что у вас там с вашими плечами. Поэтому это мы уяснили. Однако, с опытом, и когда вы умеете эффективно использовать движение, чувствовать мышечную группу, правильно ее нагружать, вам уже не нужно много делать отжиманий. В этом просто пропадает смысл. КПД упражнение увеличивается, и вы вместо тысячи отжиманий, чтобы достигнуть определенной цели, делаете 300. Да, 300 отжиманий. То есть, при этом износ суставов понижается, собственно говоря. И с опытом можно это делать, когда вы себя чувствуете, когда у вас неизломанное отжимание, когда вы хорошо его умеете делать, вы не трясетесь и так далее. Окей, можно. Я даже кисти немножко разворачиваю друг к другу. Вот так делаю руки. И иногда отжимаюсь даже так. В принципе, это противоречит безопасности сустава. Но я здесь себя чувствую. Делаю все грамотно, аккуратно. Тем самым лучше прорабатываю верхний сегмент грудной мышцы. Но это нужно мне. И это нужно ребятам, у которых есть какой-то определенный опыт. Поэтому нарабатывайте опыт, копите его, двигайтесь вперед и дальше уже думайте. Но базовое правило вы поняли. Окей, я надеюсь, с этим я раскидал. Двигаемся дальше. Теперь давайте пройдемся по базовым правилам упражнения. На всякий случай, для тех, кто, возможно, это забыл, еще не понимает, напомню. Первое. Да, с чего нужно начинать? Таз и руки двигаются монолитно. Движение совершается одновременно этими частями тела. Не по-разному, а одновременно. Но это база базы, ребята. Второе. Не прогибаем туловище. Да, вернее, свою поясницу. Подсобираем ее, как Майкл Джексон, подкручиваем таз. Ноги ставите, как вам удобно. Не обязательно вместе. Можно и расставить. Можно даже на коленки поставить. То есть здесь нет правил, задача вам работать над нужными мышцами. Ведь так, да. Следующий момент. Если вы с грудными работаете, не забудьте отвести плечи назад, раскрыть грудную. Хорошо подать ее вперед. Не выпячивайте плечи, не зажимайте, не подтягивайте к себе. Все вот эти вещи соблюдаем. Следующий момент. Не нужно сильно сгибать свои локти и падать на землю. Здесь вы теряете нагрузку. Держим нагрузку на целевой мышечной группе. Наверху. Не разгибаем локти, особенно у кого гипермобильность. Это фигня полная, вы все теряете еще и травмируетесь со временем. Да, вот смотрите, как у меня локти прогибаются. Не у всех так будет, но у меня. Мне особенно нужно быть аккуратней. Сколько видосов в интернете видели, кто жмет ногами, да, например, там, жим в зале делает. Разгибает сустав, и ноги просто ломаются нахрен. Девушку просто собирает весом, придавливает. Вот. Не нужно этого делать. Да, держим. Это ни к чему нас не приведет. Вот. Ну, в общем-то, и все. Ну, и, наверное, когда вы отжимаетесь с уклоном на трицепс, да, тренируясь вот трицепс. То есть, ребят, будьте осторожны с избыточным углом. И с избыточным, да, углом. То есть, когда вы работаете, например, в алмазных отжиманиях, пускаетесь вниз, сильно не нужно вниз опускаться. Вот я сейчас уже чувствую, как у меня хрустнули локти. Как там где-то какой-то хрящик поехал. Как мне некомфортно. Не доходите до этих моментов. Никогда. И даже если вы чувствуете себя вполне комфортно, лучше избегайте крайних точек. В принципе, такое правило. Не ходить по крайним точкам. Это такое базовое правило. Пока опыт не наработали и не поняли, лучше исполнять. Да, поэтому, если я работаю в алмазных, вот, максимум. В ощущениях мышцы. Все, да. Но не нужно вот туда улетать. Не нужно. Также, допустим, если я здесь руки поставлю, прижму их к себе. Тоже так часто трицепс скачают. Да, вот так. Тоже я вниз прям не ухожу. Не нужно сильно полностью сгибать. Вот тут останавливаюсь и отрабатываю. Все. Эти моменты уяснили. Ну, с шеей, понятно, никуда ее не задираем. Ничего не нужно. Просто нейтрально, комфортно держим шею. Двигаемся дальше. Итак, ребята. На одних лишь отжиманиях зацикливаться тоже не стоит. Это упражнение хорошее. Но все-таки в нем очень сложно правильно подстроиться, сместить угол, да, сместить ощущения. Это хорошее базовое упражнение. Но я его рекомендую вам даже с самого начала дополнять изоляции. Вот есть просто резина. Да, и мы можем создать абсолютно хорошую альтернативу сведения рук в кроссовере. Тем самым вы сможете сделать грамотное биомеханическое движение вашей руки. Реализуем задачу грудной. Хорошо ее чувствуем. Пальпируем. Она напрягается. Тем самым вы улучшаете нейромышечную связь. Вы начинаете лучше чувствовать эту мышцу. И тем самым в отжиманиях у вас это получится сделать гораздо проще. Потом почувствовать уже в базовом упражнении эту мышцу. Поэтому не зажимаемся лишь на отжиманиях. Используем другие упражнения. Также, вот смотрите, вот работу нашей плечевой кости по отношению к туловищу можно перевести на плоскость упражнения отжимания, да, на полу. Смотрите, здесь мы приводим руку к туловищу. Тем самым тренируем хорошо грудную. Отлично. Почему мы не можем сделать то же самое, да? Например, рука у нас неподвижная, мы к ней корпус поворачиваем. Разница просто. Нет разницы практически. Одна неподвижная часть, к ней приближается другая. И наоборот. Мы просто начинаем по этими вещами играть. Поэтому даже когда я в кроссовере работаю, иногда подворачиваю корпус к руке. Тем самым гораздо лучше получается прочувствовать грудную. И вот здесь я чуть-чуть растягиваю. Подворачиваю, растягиваю. Подворачиваю, растягиваю. То же самое и на полу. Смотрите, мы можем встать, сделать движение. И чуть-чуть на подъеме повернуть корпус. Тем самым очень хорошо включится грудная. Вы ее прям классно почувствуете. Топово. Просто топово. Еще момент. Для упрощения, да, понимания этих вещей, можно сделать где-нибудь в другом месте. Чтобы у вас была опора ногами. Вот я, например, взялся. Просто потестировать себя, попробовать. Встал, расположился удобно. Чуть-чуть растянул грудную. Смотрите. И начинаю выжимать себе рукой. Подниматься и проворачиваться. Можно даже таким образом хорошо изолировать грудную, когда у вас нет резины. Это, по сути, аналог кроссовера. Здесь вы можете ногами регулировать нагрузку удобно. И пошло-поехало. Круто получается. Следующий момент. Взяли резину. Натянули. Встали на пол. И делаем с ней отжимания. Привели ее в положение, когда грудная у вас находится в напряжении. Да, она напрягается. Держит эту резину. Сопротивляется ей. И делаем движение. Отжались. Встаем. Встаем. Тем самым вы начинаете лучше понимать, что нужно делать в отжиманиях. Что нужно руки сводить. Что нужно приводить руку. Эта резина не дает вам об этом забыть. Особенно на первых порах помогает это сделать. А еще и в конце можно добить резину свести и подержать. Оп. Отжался. Свел, добил. Отжался. Свел, добил. Выводите упражнение просто на космический уровень. По сравнению с тем, что вы делали до этого. Идем дальше. Снимаем. Дальше, ребята. Помните, да, я много раз повторял и говорил о том, что нужно визуализировать приведение рук. Да, потому что по факту, как-то не странно. Узкая постановка рук в контексте отжиманий на брусьях, в контексте отжиманий от пола, лучше для грудных. Это я говорил неоднократно. Но повторюсь. Опять-таки, почему? Потому что здесь амплитуда больше по сравнению с этой амплитудой. Сравните. Амплитуда. Плюс прожим, лучшая концентрация. Это лучше. Да? Как мы это можем реализовать с помощью пола? Да, мысленно сводить руки. Давим как бы на пол. Но у него у всех получается. Гораздо лучше взяться за какие-то брусья. Или за какие-то палки. За что-то. За скамейку. По бокам. И когда вы будете отжиматься, вы будете эти руки вот прям вот так сводить. Во время движения. И сводим. Толкаем две перилины друг к другу. Тем самым грудную получается хорошо прожать. Вот такой момент. Следующий момент. Как сместить акцент на верхнюю часть? Смотрите. Правила. По типу там. Держи корпус ровно. Все такое. Это все. Такие, знаете, вещи для большинства. В нашем же случае мы можем этим манипулировать. Смотрите. Я жопу поднял против всех правил. По идее. Но при этом. Как я двигаюсь? Я отжимаюсь. И двигаюсь по диагонали. Смотрите, как я хожу. Вот. По диагонали. Не вот так просто вверх-вниз. А я хожу по диагонали. Тем самым. Верхний сегмент грудной мышцы. Который отстает у большинства. И на который в целом. Стоит акцент делать с самого начала своего тренинга. Включается гораздо лучше. Хотя при этом. Смотрите. В каком я. Кособоком положении нахожусь. Казалось бы. Но при этом. Понимая суть вещей. Вы улучшаете эффективность своей работы. Так же и наоборот. Я могу. Уронить свой зад. По идее. Все. Фигня какая-то. То есть. Я не умею отжиматься со стороны. Наверное. Так кажется. Но при этом. Я не провалил поясницу. Не делаю ей травмоопасность. Она подкручена. Но провалена. И работаю в отжиманиях. Вот. Тем самым. Нижний сегмент груди подключился. Это же можно делать и на полу. Да. Провалил. И поработал на нижний сегмент. Но безусловно. Отжимания на низкой перекладине. Отжимания на брусьях. Лучшие. В данном случае будут работать. Безусловно. Если мы говорим про нижний сегмент. Вот так ребята. И последнее наверное. О чем хотелось бы сегодня сказать. Не бойтесь упрощать. Начните свой путь. С отжиманий на коленях. С отжиманий с согнутыми ногами. Упростите себе работу. Поставьте. Изучите сначала движение основы. Ведь ваша основа это руки. Основа руки. Основа грудные. Пока вы это не поймете. Нет смысла даже ноги подставлять. Нет смысла усложнять себе движение. Делать ее красивым. Ровным. Нет в этом смысла. Как везде. Вам нужно заточить топор. Потратить время на подготовку. Займитесь этим. Вот. Тем самым поставьте ноги на колени. Вы ускорите свой прогресс. Однозначно. Ну вот и все. Материалы вот так. Пользуйтесь на здоровье. Впереди у вас очень интересный путь. Я рад с вами делиться всей этой информацией. Не забывайте о том, что у нас появился свой сайт. С программой тренировок. Со спринтами. Это новый метод обучения наш. Ну и заглядывайте в телеграм, инстаграм. Там тоже вся информация. И второй канал теперь есть. Где в будущем будут вот такие видео. А на канале Биомашин мы постепенно будем переходить в плоскость. Ну фильмов скорее. Образовательных больших фильмов. Я надеюсь мы к этому придем. Не обещаю. Но я стремлюсь к этому. Поэтому вот эти видео я буду вымещать на второй канал. Более простые, тренинговые такие. А здесь будет качество, массовость. Вот. Развиваемся. Идем в будущее, парни. И девочки тоже. На связи. Редактор субтитров А.Семкин